Большая инспекция на этот раз в Дзержинском районе. Цель городской комиссии проверить ряд крупных объектов, которые ремонтируются по программе «Обустроим область к юбилею». Как идут работы, знает Яна Хромова. Первый адрес большой проверки – улица Урицкого. Сейчас там устанавливают новый бордюр. Ремонтируют местный проезд с устройством Ливневки. А в выходные отремонтировали трамвайный переезд на перекрестке Урицкого и Блюхера. Заменили рельсы, шпалы и балласт под ними. Асфальт будут укладывать позже, одновременно с дорожным покрытием. Таких больших не хватало. Хороший городок, нам нравится очень. А это новый детский городок, установленный на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Панино. Раньше здесь был второстепенный проезд и росли деревья. Теперь появился сад школьников. Не только школьники, но и дети помладше могут весело проводить здесь время. И бесплатно. А для безопасности детей городок огорожен со всех сторон забором. Городок очень хорошо. Единственное, что урна не хватает. Мы сказали, что сегодня установят. Садок хорошо. Очень комфортно. Нам нравится. Спасибо большое. Побывала инспекция и в одном из брагинских дворов на Труфаново, 25. Здесь кладут второй слой асфальта. На всем протяжении дома вместо укатанной автомобилями земли появилась цивилизованная большая парковка. Второстепенную дорогу расширили. А там, где раньше жители крупной девятиэтажки кидали свои машины, под деревьями и на газонах, места огородили забором. Машины прямо на газон ставили, прямо вот под деревьями. А теперь будут стоять подальше. Здесь видите, как хорошо, красиво сделали. Сейчас в Дзержинском районе ремонты идут в 44 дворах. Из них 10 будут сделаны комплексно. Места для парковки появятся в 20. Еще в 10 установят детские городки. В отстающих до сих пор у нас заводский район, потому что они в центральной части вышли на объекты, но, допустим, на среднем и нижнем поселке еще на объекты не вышли. Подрядчик своими силами не обладает, на субподряд на эти районы пока никого не набрал. Ежедневно мониторим ситуацию, чтобы заволжан не подвезти. Последняя точка инспекции – Норская. Здесь реконструируется единственный в этом месте парк. Правда, раньше его и парком-то было назвать сложно. По вечерам местные жители боялись здесь ходить, потому как страшно и темно. Было заросшее все, только выкашивалось около памятника. Кустарники прямо все было. Конечно, безобразие было. Ну, сейчас, конечно, хорошо. Свет видно. Свет стало видно, потому как ряд старых деревьев и ненужную поросль спилили. А в темное время суток будут зажигать фонари. Освещение предусмотрено проектом. Предусмотрены у нас все вот такие вот пешеходные дорожки, которые будут исполняться в плиточном исполнении. И предусмотрены два таких вот у нас пятна. То есть это с установкой детского городка, значит, которые у нас будут на резиновом покрытии. И второе пятно – это у нас с размещением сцены, ну, для проведения каких-либо мероприятий, которые у нас проводятся в районе. Я считаю, что это будет очень хорошее место, как магнит будет притягивать жителей, чтобы они проводили здесь свой досуг в свое время. Сейчас, значит, делается у нас три парковых зоны, но это самый большой объект, самый основной. Итоги осмотра объектов подвел глава Ярославля. Сейчас видно, что отставаний нет, работы подрядчикам выполняются достаточно качественно. Поэтому я думаю, что поставленную задачу по благоустройству объектов Дзержинского района мы выполним. Яна Хромова, Михаил Орлов.